Если кто-то совершает Божен Господа, очень многие противостоят этому. Некоторые считают, что это болезнь. Если, например, кто-то употребляет алкоголь или курит и занимается какими-то плохими привычками, могут ничего не сказать. Но когда тот, кто совершает Саддана Божен, в действительности очень много препятствий он испытывает в своей жизни. Век Кали-югу. Кто же защитит нас, Шина Расим Хадеев, на пути Бхакти? Поэтому сам Господь Шина Расим Хадеев, если вы будете молить о его защите, покровительстве, о его беспричинной милости, вы ощутите, насколько он милостив. В то время, когда Шичитане Махапраду совершал свои сладчайшие лилы, Шивас, пандит, у которого было четыре брата, они, совершая Саддана Божен, все, многие в деревне противостояли и совершали очень многое, и даже пожаловались к Казе. Почему? Почему он постоянно всех беспокоит, ничем не занимается, или только Хари Кришна Махамантра повторяет. Поэтому, кто повторяет святое имя? В тот момент они сказали, если кто-то услышит, то тогда Казе, он сказал, что я пошлю в солдаты, и они прекратят это безобразие. Шивас, пандит, он начал молить Шина Расим Хадеева о милости. В этот момент читания Махапраду пришел и постучал в дверь Шивасангана. Шивас, пандит, он закрыл двери, и он поклонялся Шина Расим Хадееву. В читании Махапраду он толкнул дверь, и он сломал ее, и он сказал, о, Шивас, ты что, испугался? Ты воспеваешь святое имя, совершаешь бахти, ты неужели ты думаешь, что кто-то может причинить тебе какие-то проблемы? Я нахожусь в сердце каждого в виде параматмы, и до тех пор, пока я не дам вдохновения кому-то, никакой реакции не будет. Я тот, кто совершает действия и дарю вдохновение в форме параматмы, в проникающем аспекте, который находится в сердце каждого. Джива, она может пытаться очень, с собственными желаниями, независимо служить Господу. Всегда что-то происходит, до тех пор, пока не придет желание Господа. И в читании Махапраду сказал, если солдаты придут, вот я сам пойду, и я пойду, я пойду, я сделаю так, что животные будут повсюду воспевать цветы, именно Кришны. И поэтому продолжай совершать кертан. И чтобы не произошло, будь бесстрашен. И поэтому все, что он приготовил дальше на России Мхадева, он все использовал для поклонения, сочетания Махапработа, истинная история. Вы знаете, в России раньше, при коммунистическом правлении, они даже сажали преданных в тюрьмы, и морили их, морили в тюрьмы, заставляли есть мясо и так далее. И очень многие, которые, и также некоторые в Исконе, они находились в тюрьме в России. Они сидели, им даже не разрешали, они не разрешали совершать, Киртан. И они все равно, несмотря на запреты, они повторяли святые имена Господа. И вот, и так же, и когда им давали хлеб, они хлеба делали такие маленькие кусочки, такие как шарики, и таким образом использовали, использовали это подобно малина, которое они воспевали святые имена. И поэтому, по милости, Шенарасим Хадева, таким образом, они могли практиковать, день и ночь, они находились в тюрьме, они пометовали, и молились Шенарасиму. И однажды, Инарасим Хадеев сам пришел к тюремщику, и он обратился к нему. Если ты будешь вредить и приносить очень большие неприятности моим преданным, я убью тебя. И таким образом он взял и разорвал свою грудь. И в этот момент угнетать преданных, которые находятся в тюрьме, это была истинная история. Однажды, когда читание Мухапрабу совершал на Масанкиртан, находясь на Вадвипе, Кази, и мусульманский предводитель, он сломал бнидангос. И тогда читание Мухапрабу сказал, и также в этот момент тоже, вы знаете, в сон Кази пришел на Расим Хадеев, и он также сказал ему, что если ты еще повторишь вот такое бесчестие, я убью тебя. И поэтому тот, кто противостоит Бхакти, я обязательно помогу вам преодолеть эти препятствия. То, что вы знаете, даже когда мы совершаем на Вадвипа Парикрама, мы идем вместо Кази, его Самаде. И очень многие мусульмане, которые в то время имена, после того, когда Кази разденул, этот сейчас Самаде Кази, он совершал чистое преданное служение. Многие мусульмане, они тоже начали поклоняться Господу Кришне. Вы знаете, как Дропади, она звала, в каком отчаянии она звала Кришну, чтобы он спас ее. Если в таком настроении вы будете звать Шинра Сим Хадееву, он также обязательно придет и поможет вам, как помощь. Помощь обязательно придет. Господь услышит ваши молитвы и защитит вас. Поэтому нет недостатка в Господе, этот недостаток находится в нас самих, если мы не ощущаем помощь. Поэтому старайтесь внимательно слушать историю, связанную с Прохладом Мухараджем Ишна Рассим Хадеева, его жизнь Ши Прохлада Мухараджем, которая описывается в седьмой песне Шиман Багаватам. Это все объясняется как раз в седьмой песне Шиман Багаватам. Мы можем видеть с одной стороны Хирани Кашипу, а с другой стороны мы можем видеть Ши Прохлада, как хорошее, хорошее, благое начало и также совершенно в характере хитерархи и качество этому. Поэтому, вы знаете, когда приходят плохие желания в сердце, они из-за того, если вы находитесь в Асад Санге, и когда вы находитесь в Асаду Санге и от благословения Вашна, вы обретаете хорошее желание. которое обретает вам. Но до тех пор, пока вы не сможете обрести милость и честь по лобогам, это также не сможет, вы не сможете обрести результат. Если вы не сможете принять приют высочайшей личности, который совершает Ананья Бахте, лотосом стопом Господа, вы не в состоянии действовать правильным образом, иначе Ваш ум, Ваши чувства, они не будут погружены истинные анги, составляющие Бахти. Каким же опытом Бахти приходит в сердце? Каким же хорошие желания приходят в сердце? Это все происходит по милости, по беспричинной мести Харьи Гуру и Вашнавав. С одной стороны, прохлада, который, прохлада означает это наслаждение. То, кто всегда находится в состоянии счастья, он прохлада. Когда вы можете обрести истинное счастье? По милости Вашнавам, когда вы обретете Бахти, а с другой стороны, Хиранье это начинает с золота, а Кашипу от постель. Это то есть кровать, которая полностью сделана из золота. Когда Прихшит Махараджи он даровал приют Кали, там, где золото, в Кали-югу, там, где золото, там находится Кали. И 4 неблагоприятных, кто занимается азартами, играми, незаконным отношением с противовожным полом, тот, кто пьет алкоголь, и это все в центре всего это является золото. И поэтому когда саду недоволен, когда что происходит? Как вот с одной стороны еще прохлада Махарадж, а с другой стороны Хиранья Кашипу. Вопрос может возникнуть, каким же образом Хиранья Кашипу, как он стал демоном. Имеется одна история о том, как на Вайконхе аромат Чанданы и Туласи. Туласи этот аромат он донес до Брамалоки. И Брама, и эти четверо кумаров, которые с сыновьями, Брахмы, с самого были Брамалоке, и Брахма был очень недоволен. Я творю это творение для того, что для Кришна расы, но мои сыновья, они постоянно медитируют на Браму и говорят ом Брамаси, ом Брамаси. И Брахма хотел, чтобы они были чистыми преданными. Но когда вот этот аромат Чанданы и Туласи достиг Брамалоки, и эти четверо кумаров, они вдохнули аромат Туласи, они спросили отца, откуда этот аромат пришел? И он ответил, это аромат сандаловой пасты и Туласи, которые предложены лотосом стопам Господа. И таким образом Господь вот тогда Брамаси спросил, вы хотите обрести Даршан Господа, мы собираемся обрести Божественный Даршан и Брахман очень обрадовался. Джанак Махарадж он также был в Брамагьяне, но когда он обрел Даршан Раман и Лакшмана тогда вся его Брамагьяна ушла. Точно так же четверо куморов когда они пришли для того чтобы обрести Даршан Ши Нарайна Ши Брахма был очень рад что они станут чистыми преданными Господа Ши Шикадевга с вами также он был также Брамагьяне с самого рождения Шикадевга с вами когда он услышал шлоку который описывает красоту Кришны во Врадже он был настолько привлечен Брамаджи он думал что если мои сыновья пошли для того чтобы обрести Даршан Господа то их сердце обязательно поменяется когда они пересекли шесть ворот Вайкунхи и там уже у седьмых ворот стояли Джай и Виджай которые остановили четверо кумаров и они спросили почему вы пришли в неурочное время и так же вы выглядите обнаженным и так далее они привели очень много причин и они не пустили не пустили их и они тогда они так же разгневались на этих надзирателей знаете на Вайкунхи являясь Абрама Агьяне ты не даешь нам возможности возможности дать нам прийти Господу ваше поведение подобно демоническим и они прокляли прокляли этих надзирателей Джай Виджая сам Господь вышел и спросил что случилось и тогда вот в этой шлоке далее кто-то приходит на Вайкунху он же никогда не возвращается каким же образом четверо кумаров прокляли эти Джай Виджая и они пришли в материальный мир ответ это лишь только желание Господа почему потому что Господь отдыхает на Ананташеше и он подумал что я постоянно нахожусь во сне я хочу сражаться кто такой Кришна он Акила Расамрита Мурти поэтому он всегда желает наслаждаться всевозможными расами и за 12 рас он 11 расами наслаждается но одна раса которая является вера раса она недостижима это рыцарская раса где Господь он хочет показать свое могущество свое рыцарство потому что он не может сражаться например со слоном или с кем то ли еще потому что ему нужно равное соревнование такое чтобы оно было как бы сказать достойное рыцарских успехов для Господа и поэтому Господь он не может сражаться с обыкновенной Эджайвай и он потому что он всегда приходит со своими преданными и совершает свящайшие лилы с кем же ему сражаться и так же чтобы кто был совершенно одинаково с Господом по своему могуществу вы знаете Хираньякша он был такой он он был очень могущественный он сражался с Варахадевом почему потому что Хираньякша он столько могущества употребил для того чтобы сражаться с Варахадевом и когда все это происходило все полубоги полубоги они все находились в большом беспокойстве почему потому что это было совершенно равное сражение для чистого преданного желание желание оно отражается сердце преданного то что приходит это сердце Господа то желание оно отражается в сердце чистого преданного и он понимает что что происходит в сердце Господа и Джай они знали что Хираньякша хочет испытать вот эту верорасу рыцарскую расу и поэтому так произошло что четверо кумаров пришли и прокляли Джай и Виджай что в течение трех воплощений они будут приходить в материальный мир в форме демона и поэтому вот это плохое желание пришло в их сердце потому что они были недовольны их поведением города который прилетал и поедал рыбу и когда эти рыбки они начали плакать и обратили к Шабари за помощью который находился в медитации в этом озере и он проклял городу он сказал что если ты хотя бы один раз сюда прилетишь и начнешь употреблять рыбу то тогда ты будешь разрушен множество четыре вы знаете также далее что произошло Шабари Риши из-за того однажды он увидел как две рыбы они совокуплялись и в этот момент он находясь в глубокой медитации его медитация была прервана и он пошел к Мандата Риши у которого было пятьдесят дочерей и он принял прекрасную форму и женился на всех дочерей Мандита этого Риши это здесь показывается если вы кто-то совершает оскорбление лотосным стопом вошнава это на самом деле очень опасно для духовной жизни вы не должны совершать оскорбление лотосным стопом вошнавам хиранья якша хиранья кашепо обретаем благословение только тогда мы обретаем истинное вечное счастье и поэтому прохлад Мухарадж когда он находился еще в луне своей мамой каяду вы знаете Нарадакунда где Нарадариши совершал аскезы Нараджи сказал ты должна просить благословение пока мой муж не вернется я хочу чтобы мой сын не родился и поэтому хиранья кашепо он совершал 60 тысяч лет аскезы и в это время каяду 60 тысяч лет находилась с фаширами Нарадариши и сына он был не рожден и поэтому Мухарадариши находишься тысяч лет в луне своей матери он слушал Шимадан амарка 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 означает бык и обезьяна что на самом деле означает гуру слово гуру гу это ару это свет что означает свет который рассеивает тьму и невежество даруя божественные знания это есть значение гуру но чему учили эти же гуру они учили как обрести богатство что-то кому Диана и далее Нара Дариши рассказывал Каядо и поэтому когда Хироня Кашепу спросил откуда ты обрел эти знания тот Шипраклада Мухарадж в этот момент ясно то что он обрел эти знания как раз именно когда находился в длительное время в луне своей маме и слушал нектарных рек от Хушада Риши и поэтому наставление которое Шипраклада Мухарадж вы знаете когда он давал наставление с одноклассником в школе эти дети демонов которые слушали наставление Шипраклада Мухарадж их сердца поменялись они стали чистыми преданными поэтому Шипраклада Мухарадж он явился величайшим преданным в возрасте пяти лет он уже давал наставление даруя божественное знание даже даруя полубоги из небесных планет по милости Шипраклада Мухарадж то есть он обрел эти почему потому что если вы также обретете милость в Вы тогда будете также испытывать счастье, как Шила Прохлад Махарадж, вечно. Но если вы встанете на сторону демонов, имея Асад Сангу, то у вас появится демоническая тенденция, что является совершенно неблагоприятным для развития Бхакти.